Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам даже не рецепт, а скорее всего лайфхак, как красиво подать колбасу на праздничный стол. Потому что обычно колбаса это слишком просто, слишком банально, но даже ее можно подать красиво и эффектно. Нам понадобится сервелат или любая другая похожая колбаска. Главное, чтобы она была очень-очень тонко нарезана. Лучше всего попросите нарезать вам колбасу прямо в магазине, там где вы ее покупаете. Или берите уже готовую тонко нарезанную колбасу. Или же если у вас дома есть специальный слайсер, специальный нож для колбасы, можете делать это самостоятельно. Дальше нам понадобится узкий бокал, например от шампанского или от вина. И нам просто нужно выложить кусочки колбасы в этот бокал по кругу, как я это делаю на видео. Просто берем кусочки колбасы, кладем в бокал, так чтобы половина кусочек у нас уходила внутрь бокала и половина свисала наружу. Как будто бы это лепесток от розы. И повторяем то же самое с другими лепестками и делаем это внахлёст в несколько рядов. Пока что это все выглядит ну очень странно, но поверьте, в тарелке будет смотреться просто невероятно красиво. И гости точно будут спрашивать, как у вас так получилось. Дальше просто берем бокал и аккуратно его переворачиваем на тарелочку. На тарелку лучше выложить какие-нибудь сыры, фрукты, овощи, в общем что-то, с чем можно подать колбасу. И чтобы наша розочка зафиксировалась по бокам. И потом просто поднимаем бокал и смотрим на красоту. Еще раз повторю, что главное в этом рецепте, чтобы колбаса была очень-очень тонко нарезана. Даже у меня кусочки были слегка толстоватыми, можно было найти кусочки потоньше. Розочка бы получилась изящнее. Но даже так она выглядит очень красиво, намного лучше, чем просто нарезанная колбаса на тарелке. Теперь вы тоже знаете, как можно эффектно и очень обычно подать самую обычную колбасу на праздничный стол. Приятного вам аппетита!